Всем привет! Сегодня в видео я бы хотела показать вариант такого свежего макияжа на лето, который при этом совершенно не занимает много времени. У меня на самом деле каждый день уходит на этот макияж, наверное, минут 5. При этом у меня и ровный тон, и свежие румянецы в щеках, и свежие губы, и накрашенные глаза. Я считаю, это идеальный вариант для того, чтобы ходить на работу, что-то еще. При этом макияж не тяжелый, то есть его спокойно можно использовать летом, особенно в такую погоду, как сейчас, когда у нас всего лишь плюс 16. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вам понравится. Я даже, на самом деле, для интереса засеку время на телефоне. Так, нажимаю старт. Поехали. Вначале я использую, вместо тонального крема я использую BB-крем Garnier. По-моему, у меня для комбинированной или жирной кожи, в общем, что-то такое. BB-крем, плюс его в том, что его, конечно, и тональный крем можно нести руками, если вы в сильной спешке. Но все-таки с тональным кремом я предпочитаю использовать кисти, а с BB-кремом можно реально не заморачиваться, использовать, в общем, нанести его с помощью пальцев. Вот. Значит, при этом, конечно, легче, чем тональный крем. Затем на нижнюю слизистую я нанесу светлый карандаш от Rimmel, как обычно, скрою лишнюю красоту глаз и сделаю их более отдохнувшими, потому что недосып, как я говорила, это наблюдается у всех, дело такое. Так. Дальше я нанесу хайлайтер, я наношу крем Color Base из MAC оттенок Луна. Он прям белый-белый, потому что я, в принципе, белокожая, и на моей коже, чтобы какой-то хайлайтер был виден, он должен быть просто белым. Вы можете взять цвет, например, Hush или Pearl. Pearl. Это самые ходовые цвета, и они реально красивые, они работают на большинстве тонов кожи. Как обычно, я нанесу хайлайтер на скулы, также над верхней кубой. И еще я нанесу на подглазное пространство, я не веду его прямо к ресницам, потому что он достаточно жирненький, и он скатается, мне это не надо. Но хайлайтер поможет мне подсветить эту зону, и тем самым визуально скрыть синяки, так как вот эти вот светоотражающие частицы, отражая свет, они визуально делают синяки менее заметными. Вы можете не заморачиваться так, как я, просто мои синяки под глазами, это реально проблема. Так что вы можете, конечно же, обойти без этого. Дальше сами синяки я скрою корректором от Maybelline, тоже как обычно. Обожаю эту штуку. Очень похоже на MAC, конечно, все-таки скатывается, в складках, вот в маленьких морщинках около глаза. MAC, конечно, держится прям вообще хоть убей весь день, но все-таки эта штука стоит всего-то там рублей 200, так что альтернатива, я считаю, очень достойна. При этом скатывается не так, чтобы прям вообще можно умереть и не встать от того, как сильно. В общем, жить можно. Остатки корректора я наношу под бровь, чтобы скрыть какие-то венки, покраснения или что там вас еще беспокоит, я не знаю. У меня вообще с глазами много чего беспокоит. Также корректор я нанесу на какие-то места на лице, которые BB-крем не скрыл. Корректор, как я уже говорила, он плотнее, в принципе, чем тональный крем или BB-крем, тем более, так как BB-крем и тональный крем, они призваны просто, чтобы выровнять тон кожи, а не скрыть какие-то жесткие недостатки. Также я маскирую по ходу около носогубных складок покраснений, которые, кстати говоря, есть у многих. Не забывайте, каждый раз говорю, не забывайте наносить корректор, прямо вот сюда на нос, во внутренний уголок глаза, так как тут есть синячок. Про него практически все забывают, а он дает как раз-таки усталость. Когда вы нанесли все наши кремовые текстуры, я использую пудру от MAC Mineralize Skin Finish. Ее я использую потому, что она не прозрачная, она содержит тонированные частицы, и она, конечно, не даст нам дикого покрытия, но при этом чуть-чуть она тоже поможет выровнять тон. И этой же кистью я нанесу пудру, для того, чтобы закрепить корректно под глазами. С пудрой особенно под глазами не перебарщивайте, но все равно она нужна. Теперь карандашом пройдусь по бровям. Как обычно, карандашом Essence, и как обычно я не выхожу за форму своих бровей, я просто хочу, чтобы они были поярче немного. Как известно, брови лицо обрамляют, поэтому я хочу, чтобы они были более очерченными. Просто короткими штрижками я буду по своей брови, тем самым делаю ее чуть ярче. Так, теперь на глаза я нанесу аквакрем от Make Up For Ever. Цвет называется 13. Просто такой жемчужный красивый оттенок, который опять же придаст глазам какую-то свежесть. Сделает их более отдохнувшими. Как вы заметили, я реально фонар какого-то свежачка. Также можно немножко набрать на пальчик и во внутренний уголок глаза. Теперь я наношу тушь. Как обычно, я использую L'Oreal Телескопик. Вот эту. Она мне нравится тем, что она, конечно, не придаст ресницам объема. Если вы ищете объем, то эта тушь вам этого не даст. Как вы видите, щеточка у нее тоненькая, она, в принципе, не может этого сделать. Но на каждый день я считаю, это очень крутая вещь, потому что она круто удлиняет ресницы и разделяет их. При этом не делая их какими-то накладными. Так что, конечно, тут дело вкуса, но меня она полностью устраивает. Кстати, как я уже, наверное, говорила, по-моему, она очень похожа на MAC Extended, что, по-моему, Giga Black, Giga Lush, я не помню. Стыд мне и позор. Но тушь такая синяя в MACе, она также с тоненькой щеточкой, тоже очень клевая. Очень крутая тушь, но они между собой очень похожи. При этом это стоит рублей 600, а в MACе, блин, я даже не помню. А, по-моему, она стоит 950. Но все же, разница небольшая, но, как говорится, мелочь приятна. Кстати, когда наносите тушь на ресницы, не забывайте вот это движение около корней, потому что оно аналогично движению, которое совершаете, когда начесываете волосы. Когда вы начесываете волосы, когда вы хотите придать им объем, вы специально их начесываете, чтобы у них был объем. Так же с ресницами. Это движение придает ресничкам лишний объем. Теперь жидкой подводкой я не буду рисовать стрелки, я просто подчеркну внешнюю половину ресничного ряда. Это визуально наши ресницы сделают просто погуще. И, конечно, будет смотреться более натурально, чем стрелки. Теперь на щеки я нанесу румяна Benefit Rock A Deter. Я уж не знаю, как произносится. Наношу на яблочки щек и тушу к вискам. Румяна это тоже круто и тем, что они такие розенькие, при этом они не неоново-розовые, не бросаются в глаза и содержат в себе перламутровые частицы, которые также придадут коже такое здоровое сияние. На губы я нанесу помаду Revlon вот такого цвета. Сначала втаптывающее движение, а затем распределю для того, чтобы оно смотрелось более естественно. Итак, на этом все. На макияж у меня ушло 8 минут 10 секунд. На самом деле, возможно, я трачу 8 минут 10 секунд, на самом деле, мне кажется, что я трачу в реальной жизни меньше времени, просто потому что сейчас я и говорила, что-то объясняла и все такое. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что вы опробуете, может быть, что-нибудь, кто-нибудь. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока!